Накануне 70-летия атомных бомбардировок авиации США Хиросима и Нагасаки в МГИМО под председательством Сергея Нарышкина состоялся круглый стол. Его участники обсудили новые аспекты восприятия тех трагических событий мировой истории. Правоведы историки считают, что именно Россия вправе наиболее тщательно исследовать все факты произошедшей ядерной атаки, а полученными результатами необходимо поделиться с мировой общественностью. Это первые и до сегодняшнего дня единственные случаи боевого применения ядерного оружия. И мы полагаем, что 70-летие этого события, этого трагического события, требует внимания всей планеты. К сожалению, в сегодняшнем мире есть влиятельные силы, стремящиеся вычеркнуть из истории и детали бомбардировок, и их страшные результаты, и понимание того, кто эти преступления совершил. Память об этом не менее важна, чем память о злодеяниях нацистов и японских милитаристов. Иллюзия безнаказанности может привести к очень и очень тяжелым последствиям. Потому столь опасные и идущие параллельно искажения истории Второй мировой войны и наращивания агрессивного потенциала стран НАТО. Власти США в 1945 году, по сути, злоупотребили наследием общей борьбы народов антигитлеровской коалиции, поскольку масштабная атомная программа изначально была лишь ответом на соответствующие планы нацистов. Благодаря научному и оборонному потенциалу Советского Союза, в последующие годы удалось достичь паритета в вооружениях и предотвратить ядерную войну. Российские дипломаты неоднократно посещали японские города, потерявшие в дни трагедии почти половину своего населения. О том, как это было, рассказал представитель МИДа Александр Ивышев-Виденский. Он передал Сергею Нарышкину копию руссекреченного доклада Советского посольства в Японии о произошедшем в Хиросиме и Нагасаке. Если мы вернемся на 70 лет назад и вспомним хронологию внешнеполитической истории того времени, то прежде всего хотелось бы упомянуть о том, что именно в эти драматичные дни, наверное, решалась судьба глобального мира в течение 70 послевоенных лет. Чем дальше мы от этого события отходим, тем больше потребность изучить и сохранить бесценные свидетельства очевидцев и документальные материалы, описывающие ужасные последствия этих бомбардировок. Как писал историк Бердяев, человеческая память – это величайшая сила в человеке, которая способна изменять мир. Председатель Государственной Думы и глава Российского исторического общества Сергей Нарышкин предложил придать этот уникальный документ гласности и разместить на сайте Российского исторического общества. Правовед Александр Великжанин поставил вопрос ребром. С точки зрения гуманитарного права трагедия Хиросимы и Нагасаки показывает недозволительное поведение в войне. Все участники дискуссии выразили надежду, что трагедия 1945 года в Японии останется единственным актом ядерной бомбардировки и уроком для будущих поколений. Корректнее, видимо, было бы поставить вопрос шире. Нарушили ли США международное право атомными бомбардировками в 1945 году японских городов? И такой вопрос был уже поставлен именно в токийском окружном суде в 1955 году. Участники круглого стола считают, что необходимо дать объективную оценку событиям августа 1945 года, приняв во внимание свидетельства очевидцев и документальные материалы. И вице-спикер Государственной Думы Андрей Исаев поддерживает позицию Сергея Нарышкина в том, что конечную точку в оценке тех событий должен поставить международный трибунал. И что для таких трагедий нет срока давности. Данный вопрос, вопрос о Хиросиме и Нагасаки должен разобрать международный трибунал. Для этого есть все основания. Почему требуется международный трибунал, с моей точки зрения? Конечно, ушли из жизни и непосредственно исполнители этого, с моей точки зрения, злодеяния, и те, кто принимал политическое решение. Самое важное, что может дать международный трибунал, это единую правовую оценку человечеством совершившегося факта. Факта пока, к нашему счастью, единственного боевого применения ядерного оружия в истории мира. На сегодняшний день такой единой оценки, к сожалению, нет. Атомные бомбы были сброшены на самые густонаселенные районы Японии в начале рабочего дня, что является антигуманным актом варварства, резюмируют участники заседания. Собравшись, уверена, что безнаказанность совершенного повлекла за собой новые трагедии и факты агрессии. В 1999 году не было атомной бомбардировки, но была бомбардировка европейского государства, Югославии, жесточайшей, которую не смогли остановить ни Совет Безопасности, ни позиция европейских государств, в том числе и России. Завершая встречу, Сергей Нарышкин привел данные социологических опросов россиян, которые показали, что отношение к событиям трагедии в Хиросиме и Нагасаке остается прежним. Отношение наших сограждан, россиян, к тому, что произошло в Хиросиме и Нагасаке в 1945 году, с годами не меняется. Вот у меня последние данные, которые получил Левада, центр, примерно 84-85% наших сограждан считают преступным и бесчеловечным акт применения атомных бомб в Хиросиме и Нагасаке в 1945 году. И, повторяю, вот эта цифра примерно остается на таком же уровне с течением многих лет. Сегодня к нашей дискуссии привлечено внимание большого количества средств массовой информации не только российских, но и японские коллеги здесь находятся. Нам бы, конечно, хотелось, чтобы и ход нашего обсуждения, или результаты услышала и японская общественность, и чтобы японцы знали, что при том, что мы, конечно же, осуждаем совершенные преступления политического и военного, прежде всего, руководства Японии в Азии во время Второй мировой войны, но мы как сопереживали, так и сопереживаем по поводу невинных сотен тысяч жертв, которые погибли в результате вот этой варварской бомбардировки в Хиросиме и Нагасаке.